Добрый день, друзья! Сегодня обитатели и гости озера Трофей знакомятся со спиннингами MFT от Виталия и силиконовыми приманками от Алексея. Красноперки и караси плывут навстречу! Разговор о выборе спиннинга для мормышинга начинаем в прохладной беседке. Добрый день, друзья! Мы сегодня на озере Трофей приехали помормышить карася и заодно познакомиться с мормышинговыми палками ручной работы, которые делает Виталик. Значит, Юра, представь, пожалуйста, гостя. Можно поаплодировать нашему гостю. Бурные аплодисменты! Так, мы слышали, что ты занимаешься мормышингами и делаешь палки ручной работы. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, с каких бланков ты вообще начинал ловить и вообще как ты дошел до того, что ты начал ловить мормышки? И в чем у тебя это какое-то приносит удовольствие, либо кайф, как там, из рыбалки? Ну, изначально история началась с того, что я просто ремонтировал спиннинги. В основном это Укралайд. Вот. И как-то совершенно случайно на платформе YouTube наткнулся на видео. Там были рассказы и вся информация про сферу мормышинга и меня это очень сильно заинтересовало. Вот. Я начал более изучать детально эту сферу, понял и вынес как бы для себя определенную информацию о том, что палочка должна, естественно, быть ледненькая, должна быть деликатной снасти. И достаточно должна быть гибкая, но при этом не чересчур ловшистая. Да. А вот такой вот вопрос. Вот, допустим, если я хочу себе вот под свою руку подобрать, то есть, допустим, там Юре нравится палка, которая чуть-чуть быстрее, мне чуть мягче, то есть эта палка больше подбирается под стиль ловли, либо это больше палка подбирается именно под человека так, как он делает провод? Ну, скорее всего, да. Это больше подбирается под человека, так как у людей разная рука, разный комфорт и как бы есть люди с как бы определенным понятием, им нравятся колышки. То есть это фастовые палочки, которые как бы очень быстро настроены. Вот, есть ребята, которым как бы они полагаются на мнение эксперта, есть которые сразу говорят, давай на твое усмотрение. То есть больше доверяют тебе, да? Да, ну, в основном, да, доверяют мне, говорят о том, что так как смотри. Виталий, ты эксперт, я полагаюсь на твое мнение, рассчитываю как бы на твой опыт и в целом я доверяю тебе. Вот. А насколько капризные бывают клиенты? Бывают. Вот, допустим, вклейка, табулярка. Вот я очень капризный, допустим, мне надо вот только табулярка. Я хочу, чтобы табулярка мне четко отрабатывала. То есть в моей, в принципе, чем табулярка, потому что вот, как сейчас дует ветер, допустим, мне вклейку просто заворачивает тебя, я, не понимаю ничего, как мне проводка, сама приманка и вот лично у меня. В чем будет преимущество клейки, в чем будет преимущество табулярки? Ну, есть, естественно, индивидуальные сборки именно конкретно с табулярным кончиком, но я их не рекомендую использовать, так как табуляр в основном для таких более тяжелых лесов. Он, да, он достаточно смонкий, хорошо показывает себя при бросковых действиях, но я бы не сказал, что для мормышинга он как бы подходит. Почему у клейки преимущество на табулярах? За счет мягкости клейки и гибкости вклеечка может как бы помогать при забросе. Она катапультирует такую мормышечку и проводочка делается более плавно. На табуляре так не получится, так как карбон идет жесткий и вы эту мормышку фактически просто джигуете. Это то, что как бы не требуется в сфере мормышинга. Главное это раскачать приманочку, то есть проводки, естественно, в дальнейшем я продемонстрирую, объясню, что к чему. Ну, как-то так. Вот, еще такой вопрос тоже. Вот, допустим, стоит шнур, либо стоит леска. Это такой вот самый колоссальный вопрос, который всегда вот, спор стоит. То есть все говорят, что на леске более мягче идет подача, на шнуре более рывковая подача и на мелкой рыбе просто шнур очень сильно бьет. Ну, опять же, это дело комфортно. И парусит шнур. Да, да, есть такие нюансы, действительно, но опять же, это дело комфортно. Я, как бы, я в первые времена использовал леску, гамакатсу 008, 150 метров размотка. К сожалению, как бы в первые пару рыбалок все было нормально, достаточно комфортно. Но, как бы, за счет лески, так как она тянется, она недостаточно доносит информативную поклевку в бланк и в руку. И, как бы, был такой нюанс на рыбалке. Я ловил в канальчике глубиной до двух метров. Ну, что-то подцепил, думал зацеп сначала. Ну, после того, как начал очень сильно выматывать шкулью, из-за того, что леска имеет разрывную, как бы, тест 600 грамм, я не мог затянуть достаточно комфортно для себя фрикцион, чтобы, как бы, эту рыбу контролировать. И рыбка серьезная попалась, я даже не успел увидеть. Она мне ровно 150 метров от этой лески вымотала. Без остановки. Без остановки, да. И с того момента я предпринял себе решение, что я буду использовать шнур. Вот. В чем преимущество шнура? Да, действительно, за счет жесткости шнура, как бы, происходят какие-то небольшие джиговые проводки. Но это можно контролировать совершенно спокойно. Плюс шнура в том, что из-за его жесткости, как бы, поклевочка быстрее доносится в руку. Есть ребята, которые оставляют отзывы, звонят мне, благодарят за спиннинг, который я им собрал. И говорят, поклевка чувствуется даже на провисшем шнуре. О, отлично. То есть, несмотря на то, что там вклейка, а не табуляр, чувствуется именно в руку поклевка. Да, да. А сами бланки изготовлены из какого карбона? Сами бланки изготовлены на данный момент из карбона 30Т. 30Т, да. Да. А вообще в будущем есть какие-то, или вообще надо сороковой карбон ставить, либо еще выше? Ну, опять же, сороковой карбон ставится по желанию клиента, как бы, если человек мне говорит, смотри, я хочу у себя там определенный спиннинг, да. То есть, часто ребята приходят, условно новички, мне вот говорят, космические длинные спиннинги это 180, 190. Как бы, для меня это не проблема его создать. Но, опять же, я предупреждаю, что это дело комфорта. Если делать длинный спиннинг, то он будет лапшистый. За счет лапшистости, как бы, я не обещаю то, что будет дальнобойность и чувствительность отличная, как на длине до 170. Ну да, эхо пока передастся по самому бланку на маленькой, так такой, легенькой поклевочке. А еще один момент. Вот 180 это длина всего бланка. Да. То есть, у тебя ручка идет короткая. В этой части, от кончика до кончика. Потому что, если я вот, допустим, сейчас смотрю, вот твои два изделия лежат, если сравнить вот примерно на том же уровне, да, катушки выставленные, вот лежит 602 у тебя тропара, то разница по кончику не то, чтобы прям было там колоссальная. Да, да, колоссальная. То есть, это больше идет, если вот так мы мерить будем именно рабочую часть бланка, то это практически все вровень становится. То есть, разница будет не велика. То есть, получается, не велика. Ну, 6-7 сантиметров. Да. С одним и с другим чуть меньше. То есть, по сути, мы получаем ту же длину. Просто тут ручка длиннее, здесь ручка короче, да. А, кстати, насчет ручки, да, вот тоже это индивидуально, так что вот кому-то удобно кидать с одной руки, кому-то с двух рук, и анимация, понятно, это идет все равно с одной руки, и насколько будет комфортно на коротышей держать, когда ручка короткая. Да, ручка прибирается. Баланс, как попадать в этот баланс? Весом катушки регулировать это? Или тут вообще как таково? Или тут смысл в забросе? Баланс, как бы, подбирается. Не знаю даже, как это назвать. У меня это происходит автоматически. Какая бы рукоять не было, всегда баланс соблюдается. Даже если поставить ту же четырехтысячную катушку, все равно баланс будет соблюдаться в этом промежутке спиннинга. Да, но я имею в виду, что длинный бланк, короткая ручка, то есть, как бы, вот тут подобрать этот баланс, вот как все люди, они хотят идеально баланс подобрать. Да, да, да. Чтобы все было идеально. Есть такие, действительно, бывают люди приходят, что вот я хочу в спиннинг копию CrazyFish'а на Nazero, например. Да, да. А тут вот форма рукоятки это пуля, карбоновая гаечка, ну тут сверху заглушечка декоративная, фуджевская. Вот, как бы говорят, хочу себе разнесенной рукоять. Я не считаю, как бы, требуемой разнесенной рукояти. Почему? Потому что, как бы, заброс происходит не силовой. Ну да, да. Одной рукой бросаетесь. Соответственно, я думаю, что рукоятка должна быть, как бы, не разнесенной, чтобы не забирать часть бланка. И при этом, как бы, и не маленькая. То есть, вот, рукоятка длиной от 15 сантиметров, да, то есть, это достаточно комфортно. То есть, есть люди специфические, как бы, у которых рука большая. Да, естественно, я эти... Ну, то по физиологии. Да, эти моменты я уточняю, как бы, спрашиваю. У меня бывают заказчики, у которых, там, определенный момент, там, неудобнее, когда рукоять 20 сантиметров. Это на данный момент, что мы можем здесь наблюдать. Угу. Только тут не 20, а 22, я не ошибаюсь. Вот эту, да? Да, да. То есть, 22 ты считаешь вот отсюда, отсюда? Да, да, да. Ну, рабочую часть, где руки ты держишь, да. Да. То есть, больше вот это, заброс даже двумя руками, грубо говоря, а здесь заброски, да. Ну, фактически, ну, здесь чуть-чуть захватит, навряд ли там прям двумя руками. Ну, сейчас, сейчас я перебью, вот вас двоих, мне самый большой такой вопрос всегда здесь. Вот тут крейзик лежит, да? Да. И здесь лежит. То есть, я понимаю, здесь эхо будет создаваться больше в этих вот бланках, чем будет там создаваться. То есть, там идет полость? Там идет полость, и ты просто, другу говоря, держишь голый бланк. Да, самое интересное то, что у 20-сантиметровой рукояти сборка происходит в этой части как? Бланк идет не до самого конца. Да. Он идет в половину. Вот эта часть у тебя цельная идет, да? Самого бланка или рукоять? Рукоять идет цельная. Да, идет цельная рукоять. То есть, нету спайки внутри вообще? Нету вообще никакой. Идет цельная рукоять как бы, а вот карбон, он заканчивается не в этом участке, а вот примерно где-то вот так вот. То есть, рабочая длина рукояти идет в этой области. А для чего я так сделал? Для того, чтобы, когда происходила поклевка, как бы вот, даже если брать тот же CrazyFish, у него покрытие ЭЛО, да? Но за счет того, что тут карбон 40-й, 40Т, да? За счет карбона 40-го, как бы чувствительность хорошая. То есть, нету никаких нюансов. Если использовать тот карбон, который я использую, вся поклевка будет идти вот сюда и будет в эту рукояти и в эту рукоять, как бы, заканчивается. Если ставить карбоновую рукоять, за счет жесткости карбоновой рукояти и за счет арторов, которые поставлены под рукояткой. То есть, у меня там с горочкой интересная выходит. Тут идет обмотка, в этой части идет обмотка. А вот тут по центру, идет уже верналевая арбота. И как бы вся основная поклевка за счет того, что бланки в этой области обрезана тут просто пустая часть поклевка она заканчивается четко в руку она не уходит чтобы не тушить как бы поклевка а тут в этой области как бы поклевка найдет и стопорится только вот здесь и возможно часть уходит под кап это есть ну небольшой минус на это опять же дело комфорта то есть за счет того что тут 40 карбон это как бы не учитывается но все равно вот у меня как бы такие мысли что когда балка именно с открытым допустим не будем ли там про именные там бренды там цесны и тому подобное и большинство именно делают вот такую концепцию и всегда они тоже говорят о том что там больше будет эхо сыграться больше будет тактильных ощущений из как я понимаю на мелкой рыбе это очень важно и тактильный и визуальный контакт да да есть еще кстати один нюанс интересной сборки в разнесенной рукояти также они использовали этого если не ошибаюсь это какая-то японская фирма они делали презентацию своих спиннингов и сказали почему именно с такой рукояткой чувствительность хорошая самое интересное происходит то что вот тут у crazy fish бланк идет цельный а у них сборочек как бы бланк во внутри как бы поделен то есть вот эта часть идет уже отдельно да да она не цельная нос вообще отдельно и вот туда даже не проникал звук ничего вот это вот самое прикольное что они придумали то что несмотря на то что покрытие и войдет да вся поклевка который идет она у тебя останется четко в руке из-за того что тебя тут внутри разрез идет да то есть это не есть минус там ничего не отвалится на наоборот это наоборот только на опять же это дело комфорта то есть если человек говорит то что я хочу себе там палочку такого-то такого роста в целом я рекомендую использовать до 170 сантиметров объясню почему как бы это длина является комфортной для ловли то есть 170 сантиметров это вот тыльной части эталон до от тыльной части до самого кончика при такой длине очень комфортно как бы делать проводочку контролировать то есть сенсорика еда и как бы дальний заброс на то есть как бы другие ребята которые тоже собирают спиннинги под заказ только в чем нюанс их спиннингов они делают их районе 140 сантиметров вот как бы это тоже достаточно комфортному это как бы для меня я считаю то что это больше для микроречки но также опять же если человек приходит я говорю себе там говорят мне я хочу все 140 сантиметров это возможно без проблем вчера как бы человек появился он со мной созвонился он говорит есть ли вариант сделать одночасный я как бы удивился да я вот достаточно удивился вот человек хочет себе 168 сантиметров длины спиннинг и чтобы он был одночасный для меня это как бы самое первое за все время моих сборок чтобы человек писал он просто я так понимаю хочет тактильных ощущений на максимуме просто чтобы не было шпонки и чтобы эхо не гасилось как раз таки я задался вопросом объясните мне почему именно одночасник почему не двухчасник он как раз таки тоже самое мне объяснил и говорит то что как бы для меня это более комфортно чем спиннинг будет из нескольких составляющих вот привет так ну смотри давай ты расскажи про палку вообще самого начала как мы уже говорили карбон без тридцатый можно делать на сороковом карбоне правильно катушки сюда использовать больше какие пятисотые тысячные полтора тысячные тысячные вообще вот как бы твоя рекомендация катушка вообще как по моему мнению она должна обладать не глубокой шпулей для того чтобы можно было как бы комфортно наматывать тоненькую леску или же шнур катушка может быть размеров вплоть до двухтысячного это зависимость от веса катушки то есть я считаю то что катушка должна весить на больше 180 грамм есть ребята которые используют страдики там ванфорды и так далее как бы я больше предпочитаю бюджет я любитель бюджета мне на данный момент катушка на спиннинге моем да это китайская катушечка 600 гривен стоит грубо говоря нам надо что просто было низкопрофильная шпуля тонкий шнур можно было легко был вылет и самое главное это плавный ход есть заводские варианты там разные то есть ну как бы ход плавный ну не всегда стабильный то есть как бы он может меняться как мы говорили вот допустим я хочу такую как можно подберешь под меня палку и сможешь меня понятьcm synthesize да естественно как бы у меня стандарт это просто карбоновая рукуля держатель это м Gaia то есть и есть как бы другой тип сборки это копия какого-то заводского спиннинга только с тестом для мармошинга то есть да там я считаю то что дейлRI мармошинга комфортный, должен быть до 1 грамма. То есть есть, которые используют 0,2-1,5, но это опять же под условия, но в моих условиях я считаю то, что более комфортно будет это использовать спиннинг до 1 грамма. Сборки могут быть по вашим требованиям. Цвет обмотки, декоративная фурнитура, как бы рукоять, то есть она может быть абсолютно любой, разнесённая, не разнесённая. Цвет карбона на рукоятке, так же может быть тёмно-серый плетёный карбон, может быть с узорами такими, то есть можно подобрать спиннинг. А как по кольцам? Кольца какие тут стоят? Кольца тут стоят китайские, я их заказываю у поставщика из Днепра. Вес комплекта колец, на данный момент на бланке 7 колец, это включает тюльпаны, их всего 7 штук. Вес комплекта 1,6 грамма, плюс-минус, там с отклонением 0,1. Получается сплав там алюминий с чем-то там, как бы я точно не помню, но знаю, что вставка... Ну это максимально-максимально лёгкие кольца, которые можно придумать в этом бюджете. Да, самые бюджетные, максимально лёгкие как бы, да, есть ребята, которые приходят, говорят, я хочу Fuji Tarzite, Fuji Alconite, Fuji с вставками, и всё. Да, но тоже всё можно. Да, всё можно, как бы всё подбирается под требования. Тут получается на кольцах вставка идёт керамическая с плавами и совместительством высокоуглеродистых материалов, вот, как бы это позволяет шнуру или той же лески хорошо вылетать и подсказывать через кольцами. Да, скрытие. Вопрос. У тебя есть вот модели, которые вот, у тебя как, ну, стандартные? То есть есть там какая-то, вот как у того же там... В атоме я думаю, как шаблон. Как шаблон, да. То есть шаблон, вот я делаю там это, это, а дальше уже можно облепливать там тюнинг и так далее. Да, в основном как бы стандарт у меня, я в основном использую только 30-ый карбон. Объясняю почему. Идёт как бы не сухой карбон, он позволяет хорошо гнуться. То есть на данный момент вот этот вот спиннинг, да, если... То есть много связующего. Да. Если этот спиннинг брать и использовать там на мирной рыбе, то есть, ну, как бы, мормышник, это такая сфера, то что ты никогда не знаешь, что у тебя клюнет. Вплоть от уклейки, заканчивая там толстолобами, карпами, амурами. То есть всё может быть. 30-ый карбон. Почему я его использую в сборке? За счёт того, что он как бы не сухой, то есть не жёсткий. Он достаточно гибкий и достаточно благодаря этому карбону, плюс вклейки длинные, можно совершать грамотные комфортные проблоки. И длина где-то ты говоришь... Длина, да. Лучше всего для комфортной ловли использую длину до 170 сантиметров. Но, опять же, это кастомные сборки. Я могу собрать по вашим требованиям. Там 140 сантиметров, 180, 2 метра и так далее. Но везде есть свои нюансы и минусы. Люди ко мне приходят, полагаются на моё мнение, либо же я их более информирую, и они уже думают и задумываются, как им будет лучше и комфортно. Базовая модель. То есть 30-ый карбон, 170 рост, моноручка. Вот в этом виде. Какой порядок цены вот этого, в частности, спины? На данный момент на этот двухчастник цена составляет 2500 гривен. Сюда входит, естественно, фурнитура, материал, расходный материал и декоративная фурнитура. Это всякие украшения, по типу заглушек разных цветов, колечки на карбоновую гайку. И также есть, помимо двухчастников, это трехчастник, четырехчастник и шестичастник. Из этого всего я на данный момент больше рекомендую использовать это либо двухчастники, либо трехчастники. Ну, на деле надо теперь все это проверить, посмотреть все, как работает. Ты нам покажешь, демонстрация будет. Так что давайте. Я просто горю желанием попробовать. Пойдем на воду. Виталий ловит на мормушку 0,2 грамма и силиконовые приманки от Алексея. Ссылки в описании. Между фотосессиями я ловлю на Nano Zero SE на свою нимфу весом 0,25 грамм. Затем ставлю мормушку 0,2 грамма и Weightbait 0,8 дюйма и 0,1 грамма для сравнения дальности заброса. Тест Nano Zero SE 0,2-1,5 грамма. Длина 172 сантиметра, вес 52 грамма. У спиннинга Виталия Тест 0,1-1 грамм. Длина 168,5 сантиметра, вес 47 грамм. Прикормка Сладкий бисквит от Флагмана. Дальность заброса мормушки 0,2 грамма у Виталия дальше примерно на 2 метра. Его спиннинг работает мягче, чем Nano и хорошо вяжет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Далее предпочтительнее нано-зерва. Цена бюджетного варианта почти в два раза ниже, но до дизайна зеро далеко. Вам выбирать. Спасибо администрации Озеро Трофей за предоставленную комфортную возможность пообщаться и порыбачить. Всем ни хвоста, ни чешуи. Субтитры подогнал «Симон»